Всем привет! Это полезная программа. Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра. А не золотые слова. И принадлежат они Фёдору Достоевскому. Наши корреспонденты, конечно, не рискнули тягаться с мэтром в красноречии. Но свою посильную лепту в плане пользы привносят исправно. Егор, в последнее время так много работы, хочется уже расслабиться, отдохнуть, на массаж сходить в конце концов. Аня, я знаю вариант идеального массажиста. Это тёплый, пушистый кот. Ну а как правильно выбрать любимого питомца, расскажет наш корреспондент Максим Пушкарёв. Польза от кошек, независимо от вида, просто огромна. Были случаи, когда они спасали своих хозяев от сердечных приступов. Считается, что в мире около 300 пород домашних питомцев. Но как выбрать из такого многообразия своего любимца? Взять себе чёрного кота решится не каждый, ведь слишком много примет, связанных с этим животным. Иного мнения придерживается хозяйка, ориентальной кошки Вики. Её любимица, представительница самой голосистой породы, очень игривая, но как истинная леди, любит проявить свой характер. Она говорит, что я приношу деньги, счастье, удачу, все блага, любовь. Очень много такой энергии, творческой, сексуальной энергии восточной кошки. Психологи говорят, что кошки способны влиять на наше психоэмоциональное состояние. Если вы хотите внести в вашу жизнь больше экспрессии, то нужно приобретать сфинкса. Придать уверенности и раскрепоститься поможет Мэн Кун. Если же вам не хватает спокойствия, то нужно выбрать любимца так называемой тяжёлой породы, перца или британца. Вы пришли уставшие с работы, вам хочется какого-то массажа, какого-то мурлыкания. И животное подходит на мягких лап, и целует, облизывает, делает массаж, швуршит в голове, что-то выискивает. Тем самым вам становится спокойно и комфортно. Лечебные свойства домашних любимцев учёные подтвердить не могут. Но хозяевам кошек это и не надо. У них своё мнение на этот счёт. Самое интересное, он сам выбирает, где ему лежать. Или около головы, или около бока, или в ногах. То есть он видно чувствует, где ещё надо подогреть, может быть, чтобы... Может какая-то болячка у тебя. Именно ложиться в определённые места. Из такого многообразия кошек отдать предпочтение какой-то определённой действительно непросто. Некоторые ищут животное в соответствии с гороскопом, другие подбирают под свой характер. Но существует ещё один, самый универсальный способ выбора любимца. Можно посмотреть в глаза и влюбиться сразу. И всё. Егор, мне кажется, что кот это вообще живой набор релакс-процедуры. Аня, здесь я с тобой полностью согласен. Но если предварительно позаниматься на велнес-тренажёрах, то результат будет вообще потрясающим. Ведь не зря говорят, чем больше положительных эмоций, тем лучше. Итак, прямо сейчас узнаем, почему велнес называют тренировками для души. Согласно статистике, женщины набирают за новогодние каникулы до 5 килограммов лишнего веса. Не стоит ждать, что они уйдут сами по себе. Отличный вариант – велнес-тренировки. И от ваших новогодних килограммов не останется и следа. Здесь тренируются мои приятельницы, которые мне посоветовали. Я второй месяц уже здесь нахожусь. Мне здесь очень нравится. И эффект есть. Я вот чувствую себя легче. В форму пришла. И в новогодние праздники, где сытые, весёлые дни. Конечно, быстро выходишь из нормы, так сказать. И тяжело дышать, уже ходить. Ну, а вот зал – это просто незаменимая вещь. В велнес-клубе Елена, как и другие посетительницы, тренируются с инструктором. Её тренировочная программа сочетает в себе силу, гибкость и приятные процедуры для красоты кожи. Атмосфера в клубе задорная и позитивная, поэтому приподнятое настроение после тренировки обеспечено. Мы для каждой девушки подберём индивидуальную программу тренировок, которая поможет вам всегда оставаться в прекрасной форме. Внимание! Только 29, 30 и 31 января низкие цены на абонементы сроком действия 6 месяцев. Торопитесь купить абонементы по выгодной цене. Сайт sportdelux.ru На сегодня это всё. Проводите своё свободное время с пользой. А я напоминаю, ещё больше полезной информации на нашей страничке ВКонтакте. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!